Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и это экспресс-тест на Т-54Е2 Акула, который сейчас вышел на продажу за 8500 на четвертой волне первого раунда зимнего аукциона 2023 года. Выговорил таки! Ну а если серьезно, то Т-54Е2 на данный момент, наверное, самая крутая тачка для новичков, которая появилась на продаже на зимнем аукционе. Я советовал бы вам присмотреться к этой машине, если у вас ее нет. Что касается орудия. Здесь абсолютно нормально сбалансированное орудие, которое не обладает супер какой-то альфой или мега скорострельностью, но здесь действительно скомпоновано все вполне себе нормально. 310 единиц урона, 220 единиц пробития, ДПМ в 2250 единиц и время перезарядки в 8,3 секунды с учетом установленного оборудования в виде досылателя. Короче говоря, играется машина в принципе довольно нормально, особенно исходя из того, что у нее бодрый угол склонения орудия вниз минус 10, вполне себе приемлемое время сведения в 3,6 секунды и нормальный божеский разброс, как для тяжелого танка на восьмом уровне в 0,330. Плюс к тому, ребят, стоит отметить, что у данной машины очень классной формы башня и вот в такой вот прямой проекции здесь просто чумовая приведенная броня и пробить вас будет очень сложно. Да, есть комбашня, но она плюс-минус забронирована и стоит помнить о том, что когда вы стоите вот так в прямой проекции, либо даже поворачиваетесь, то вот здесь вот по центру огромная серая зона. Это действительно Ахиллесова 5 машины, но не без нее. Нет таких машин, у которых Ахиллесовых 5 нет. Всегда что-то да найдется. Ну что, берем Т-54Е2, поехали в бой, а там будем дальше обсуждать. Итак, друзья, погнали. Перед тем, как буду делиться своим мнением по поводу данной машины, хочу вам сообщить о следующем. Если вас интересует абсолютно честный обзор в стиле моего канала за ценом брони, со сравнением с другими машинами на восьмом уровне по Акуле, то, соответственно, переходите по ссылочке, которую я добавил в описании к данному видео. Кстати, там же, в описании к этому видео, вы найдете и ссылки на все другие машины, которые сейчас есть на аукционе. То есть, в принципе, нет необходимости искать где-то что-то через поиск. Достаточно просто найти интересующее вас видео в списке на интересующую вас машину. Ну и, в принципе, приятного просмотра. И, соответственно, поверьте мне, вы там найдете всю необходимую информацию, которая поспособствует вам принять взвешенное решение в отношении затрат по голде на ту или иную тачку на зимнем аукционе. Теперь, что касается конкретно данной машины. Мне она очень сильно нравится по некоторым причинам. Первое. На ней нет необходимости уметь играть. На ней просто можно заходить в бои и дальше быть результативным. Я говорю о чем? Я говорю о том, что эта машина подойдет игрокам средней руки. То есть, те ребята, которые средняково играют, ну, либо играть практически не умеют. Она прощает огромное количество ошибок. Она способна помогать вам быть результативным. И вам нет необходимости, допустим, как на барабанных танках, знать, когда именно вам необходимо спрятаться. Насколько времени на перезарядку вам надо уходить и так далее. То есть, особых, особых познаний в игре вам не надо иметь для того, чтобы данную машину реализовывать. Так. Приехал ActionX. Красавчик, молодец. Спасибо ему большое за то, что присоединился к нашей честной компании. Теперь попытаемся выстоять в этом противостоянии. Ну, а параллельно с тем, давайте буду дальше рассказывать про машину. Машина обладает очень бодрым, классным орудием, которое действительно быстро сводится. Сама цифра вроде бы не завораживает, но в то же время она вполне себе играбельная. И вы всегда можете рассчитывать на точность данного орудия, на быстрое время сведения, ну и, соответственно, на вполне себе приемлемый разовый урон за один выстрел, несмотря на то, что это не альфач. Безусловно, новичку многие скажут проще отыгрывать на какой-нибудь машине, которая выдает по 400 единиц альфы и так далее. С этим я соглашусь. Там, в принципе, 4 раза выстрелил и будет тебе счастье. Но с другой стороны, ребят, в этом орудии есть свои прелести. Оно действительно быстро перезаряжается и таким образом на этой машине тоже можно давать вполне себе хороший урон за бой. Так, не очень хорошо. Я так понимаю, что я сейчас буду отчаливать, скорее всего. Поддержать меня некому. М4Ю на перезарядке был. Потерял я этот момент. Моя ошибка. Здесь я соглашусь. Скорее всего, сейчас я отправляюсь в ангар. Ну вот, как есть, так есть. В этом бою меня подцепил все-таки М4. И это действительно очень обидно. Мог затащить. Я подумал, что он только один снаряд отбросил. Ну и, соответственно, побоялся на него выезжать, будучи для него, по факту, шотным в таком случае. Вот такой вот бой получился. Сейчас досмотрим результат боя в отношении победы или поражения. Хотя мне кажется, что здесь, в принципе, шансов на победу очень мало. Хотя, если вдруг сейчас вскроется за горизонт и сможет просто продержаться по очкам захвата, то, возможно, еще и победу получим. Ну и обязательно заценим результат боя в отношении конкретно нашей результативности. Ну, к сожалению, поражение. Как есть, так и есть. Я не собираюсь ничего не вырезать из этого видео. Я не буду убирать данный бой, не буду вместо него вставлять какой-то суперкрутотенный. По одной простой причине. Потому что хочу видеть, чтобы... Точнее, не так. Хочу, чтобы вы видели через мои видео исключительно правдивые бои. И то, как это будет обстоять для вас, если вы купите себе ту или иную машину. В данном случае 2250 единиц урона. Один уничтоженный соперник. Можно было бы затащить, но, к сожалению, я не справился. Как есть, так и есть. Себя какой-то вины снимать не собирают. Что касается нашей результативности в отношении настрела в разрезе нашей команды. Как вы видите, с отрывом, можно сказать, в 1000 единиц урона мы ушли вперед и занимаем упрямое первое место. И что самое классное, что Акула такой результат выдает, в принципе, в каждом бою. В каждом бою вы можете рассчитывать на хорошие результаты, которые будут вам даваться не так уж и сложным. Как я уже сказал, вам нет необходимости быть суперкрутым танкистом для того, чтобы совладать с этой машиной. Особых наук для этого знать не надо. Ну и именно в этом, мне кажется, вся прелесть Т-54Е2, которую я на сегодняшний день не устаю рекомендовать всем новичкам в нашей игре. Я побежал снимать следующее видео. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Ну а следующее видео у нас будет по Шкоде Т-27. Такой же абсолютно честный и крайне быстрый мини-тестик. Пока-пока.